В Екатеринбурге, точнее в его виртуальной проекции, разгорелась вполне себе ожидаемая после торжества православного молебна дискуссия о судьбах храма небесной покровительницы Екатеринбурга, святой великомученицы Екатерины, который будет построен в сквере возле драмтеатра. Будет-будет, как бы не сопротивлялась атеистическая общественность. Напомню, что в прошлое воскресенье, в праздник торжества православия на молебен, заметьте, на ежегодный молебен торжества православия, в сквере у драмы под открытым небом собралось по самым скромным оценкам 8 тысяч православных. Это на порядок больше, чем 2 марта собралось обниманцев кустов защитников сквера. Торжествующие православные как бы формально ни с кем, ничем не мерились, но все понимали, что это противостояние, и в нем нужны аргументы, а массовость в этом деле фактор наипервейший. Ну и православные уделали протестантов количеством в одну калитку. Впрочем, все это было известно. А на этой неделе, на второй седмице Великого Поста, в которой бесы бесятся, даже зачастую не осознавая причины, некто екатеринбургский малоизвестный рэпер Наум Блик, хотя что душой кривить, знакомый автор этих строк, рэпер и поэт, с которым неоднократно выпивали, но не в Великий Пост, в хорошей компании под хорошую закуску, написал открытое письмо самому лидеру Чайфа, рок-идолу Владимиру Шахрину. Я опубликовал его в фейсбуке, где Шахрин никого не знает и вообще не зарегистрирован. Наум Блик более-менее засветился в узких кругах недавно, когда сочинил рэпачок в защиту сквера. Поскольку он сочинил текст, то бишь слова про сквер, поскольку теперь мы все его имеем право называть поэт сквернослов. Без обид, братан. В своем оупен-послании Наум выразил горечь и разочарование тем, что Великий Музыкант Шахрин, одна из визиток Екатеринбурга, пришел на молебен торжества православия. Чипо он же не православный. Цитирую поэта сквернослова Блика. «Вы говорили, что являетесь атеистом. Зачем же тогда приходили на это событие? Также в интервью Е1 вы призывали горожан к компромиссу по вопросу постройки храма, но почему не призываете к нему инициаторов строительства? Это они отбирают у нас землю, а не мы у них. Вы так легко отдаете на откуп сквер, в котором даже не гуляете. Как же так?» Конец цитаты. Владимир Шахрин удивился такой форме коммуникации, как открытое письмо, но счел, что корона не спадет, проявил снисхождение к младшему товарищу по песенно-стихотворному цеху и ответил. Не через фейсбук, в котором Владимир Владимирович не состоит, но через портал Е1. Цитирую Шахрина. Зачем я пришел на молебен, раз сам не крещеный? Пришел, чтобы увидеть своими глазами мероприятие и сделать собственные выводы. Теперь о месте, где будет построен храм. Я не понимаю, в какой момент оно стало так любимо горожанами. Ну как прогулочная часть набережной, да, так она и останется таковой и даже приобретет архитектурную и ландшафтную привлекательность. Думаю, что общее количество деревьев и зеленых насаждений только увеличится. Второй вопрос. В какой момент место, о котором мы говорим, стало называться сквером? Предлагаю всем желающим набрать в Гугле или Яндексе все скверы Екатеринбурга. Вы удивитесь, но такого сквера в реестре городских парков и скверов нет. Конец цитаты. И еще цитирую поэта сквернослова Наума Блика. Компромисс – это когда две стороны садятся за стол переговоров и сообща приходят к согласию. Но власти, РПЦ и инициаторы стройки смотрят на горожан с пренебрежением, называют нас скверными людьми. А ведь мы пытаемся просто сохранить излюбленный сквер в центре города. Вам ли не знать, сколько их было вырублено в последнее время? И в этой ситуации вы встаете на сторону угнетателей? Вы выступаете против аудитории, которая годами слушала и любила ваши песни? Против здравого смысла? Нет ни одного оправдания отъему общей земли и уничтожению сквера ради постройки пятого храма в радиусе километра. Ни одного! Конец цитаты. Владимир Шахрин на это ответил. Цитирую. Теперь про отобрали. В отличие от Думы Ярутина, который варварски, без разрешения снесли ночью, место под строительство храма выделено по закону. За это решение проголосовала городская дума. Вам не нравится решение депутатов городского собрания? Направьте весь ваш здоровый энтузиазм на то, чтобы в следующий раз молодежь пришла на выборы и проголосовала за людей, которые будут отстаивать ваше мнение. Фейсбучное сообщество отчаянно призывало не ходить на выборы. Хотя я убежден, что на местных уровнях очень возможно влиять на исход голосования и выбирать нужных людей. На федеральных сложнее. Но я, например, каждый раз на выборы хожу и делаю, что должно. Конец цитаты. А вот директор ТАУ Иннокентий Шеремет, в отличие от Владимира Шахрина, в фейсбуке состоит. И он прокомментировал открытое письмо поэта Сквернослова прямо в соцсетке. Как он любит и умеет с выходами на обобщение. Дескать, на ум Блик это не просто рэпер либерастической ориентации, которому дорог Сквер. Нет. Тут больше того. Цитирую Шеремета. И сразу стало понятно, что Блик и Ижи с ним никакие не борцы за кусты, траву, скверы, за все хорошее против всей фигни. А самый обычный, истеричный и взвинченный русофоб. Как его обидела Россия? Чем обделила? Почему Блик не бросил гневные слова упрека в лицо бывшему мэру Екатеринбурга, когда в мае 14-го мэрский помощник радостно приветствовал массовое убийство русских людей в Одессе? Почему Блик не проклинает и не упрекает своих либеральных единомышленников, когда они публично мечтают о Гитлере-освободителе и об отделении от России Северного Кавказа и передаче Сибири, США, Японии и Китаю? Потому что солидарен с ними? Или все-таки были какие-то упреки? Просто я их не заметил. На ум Блик перестаньте хватать заслуженного человека шахрена за пуговицу. Идите лучше сочиняйте свои графоманские рэпы про выдающиеся кусты в сквере. Кстати, про необходимость легализации травы. Песни не сочиняли? Конец цитаты. И вот тут наш директор сыграл роль, ну хоть не пророка, не провидца, но такого прорицателя насчет легализации травы. Что мы знаем про Наума Блика? Ярого противника строительства храма святой великомученицы Екатерины. В 2009 году он был пойман полицейскими в Тюмени с наркотой, конкретно с травой. И за это был судим. Ну, правда, не сел. Отскочил условкой. Сейчас он вроде бы больше налегает на синьку, за курением наркоты не замечен, но в его стихотворчестве нотки каннабиса просвечивают. Ну вот взять стих за декабрь 2016 года. Просто каждый волен делать. Называется так. Цитирую. Или, скажем, Анатолий курит травку регулярно, но при этом в своей сфере ценный профессионал. Никому не сделал больно, не убил и не ограбил работящий и непьющий и примерный семьянин. Почему закон гласит нам, что преступник Анатолий? Что его необходимо посадить на 8 лет? Нет, скажу я вам, ребята, так судить несправедливо, потому что за такие вещи спрашивает Бог. Конец цитаты и еще кусочек этого же стихотворения. Право выбора священно, было выдано нам Богом, и оно же наша кара испытаний и крест. Вот, допустим, проститутка. Ведь она же добровольно свое тело превратила в индустрии инструмент. Может стать она хотела на пуантах балериной, но упорства не хватило или просто не судьба. Конец цитаты. Ну вот же оно, друзья, то главное, что всегда будет разъединять православных и всех остальных. Наумблик апеллирует к тому, что наркота, проституция, это как бы нормально. Это же личное дело. Эти люди никого ведь не убили, не ограбили. Вот она нравственная основа неправославия. Главное, не убил, а в остальном человек-то хорош. А православие говорит за то, что убить, ограбить, прелюбодействовать, это грубятина. Христос принес на землю тонкую настройку души. Человек соответствует заповедям Создателя нашей реальности не тем, что внешне не убивает, не грабит и всегда так миловидно улыбается, а тем, что внутри себя, в душе никого не осуждает, не завидует, не укоряет, а рассматривает только свои страсти и грехи и с ними борется. Вот на грани внешнести и внутренности весь раздор и идет. Да, у нас православные несовершенны. Что скрывать? Да не все знают, что такое символ веры, тем более наизусть. Не все ходят в храмы. Да что говорить, косяков много, но православные хотя бы видят свою греховность. И им, ну в смысле нам, нужен Спаситель. А кто не принимает Христа, тот просто не видит внутренней гнили в своем покрашенном гробу. А вот чтобы лучше принять заповеди Христовы, заповеди блаженства, нам и нужны храмы. Ибо церковь это единственное место, где можно причаститься к святых христовых тайн и стать одним целым с Богом. Но, а в основном ради этого, все христианство и затевалось Создателем. И потому тот, кто ни разу не причащался и даже не знает, что это, ну не может рассуждать о нужности или ненужности храмов. Чувствую, тема длинная. На этой неделе к ней подключились еще семинарист Растрига Виктор Норкин и глава местного филиала Пастафарианской, читай, сатанистской церкви и по совместительству гусар Ярослав Ширшиков, которые тоже капец как против храма святой великомученицы Екатерины. Но об этих странных людях и об их протесте мы расскажем в понедельник. Ибо сегодня эфир не резиновый. Ну и на пасашок. Вот чувствую, что интенсионно с поставленной задачей не справился, сорвался, кого-то осудил, кого-то обидел. Прошу прощения, Великий пост, ничего личного. Любите Бога и друг друга.